Всем привет! Тема сегодняшнего ролика обработка и подготовка ивовой лозы для ее дальнейшего использования в изготовлении плетеной мебели. Любое плетение начинается с заготовки материала. Я основную заготовку произвожу в осенне-зимний период. Первые вылазки осуществляю в середине сентября. Листва уже пожелтела, но еще не опала. Листва создает некоторые неудобства. Во-первых, плохо просматривается материал, а во-вторых, приходится прикладывать дополнительные усилия на его очистку от этой листвы. Правда, это относится только к пруту. Поэтому пока основная задача это просто разведка. Оценка возможного наличия того или иного материала. Чтобы понять его количество и, что немаловажно, качество лоза должна быть гибкой и не лопаться, чтобы при изготовлении гнутых элементов потраченные труду на заготовку и варку были не напрасны. Все эти параметры из года в год меняются. На это влияет как сложившиеся погодные условия, так и человеческий фактор. Особенно это касается пожаров. По результатам первых вывозок складывается представление о наличии материала и масштабах предстоящей заготовки. Основную заготовку я уже произвожу поздней осенью. Аккуратно перед первыми и основными снегопадами, хотя бывает по-разному. В это время листва опадает полностью. Погода отличная, не жаркая, не холодная. Лично для меня это самый комфортный и удобный период. Правда, временной зазор бывает маловат. Как правило, это 1-2 недели. В этот раз для заготовки я применил новый инструмент. Это вот такая аккумуляторная пила. В принципе, она мне очень понравилась. Легкая, удобная, работать комфортно, рука не устает и, что немаловажно, резать получается быстрее, чем обычно это происходило. Брал с собой два аккумулятора. На одну поездку их вполне хватало. Транспортировку материала я осуществляю в зависимости от разных факторов. Либо в связанном виде, либо россыпью. И уже потом связываю пучки на месте, распределяя лозу по диаметру и длине. Что, соответственно, удобней с точки зрения дальнейшей логистики. А именно получается намного эффективнее комплектовать варку в соответствии с ближайшими задачами и удобно работать с материалом на заключительном этапе окорки и изготовления гнутых деталей. Теперь давайте поговорим о варке лозы. Сам процесс довольно-таки простой, но нюансы все-таки присутствуют. За долгие годы работы я пробовал разные варианты и в конечном итоге остановился на самом простом и эффективном способе. Это варка на огне с использованием дров. Когда мастерская была в черте города, к варочному баку подъявлялись, конечно же, жесткие требования. Приходилось делать основательные печи с герметичной топкой, трубой и все такое. Один из таких баков выглядел примерно так. Когда я перебрался за город, у меня появился свой участок, я воспользовался простым вариантом. На поле после завершения огородного сезона монтирую небольшой варочный бак. Он рассчитан на комфортную работу одного человека. Бак устанавливаю на подставку и по периметру закрываю разными обрезками профильного металла. По низу можно все прикопать землей, чтобы конструкция была более герметичной. Фактически это варка на открытом огне. Поэтому при таком варианте устройства надо учитывать розу ветров и достаточное удаление от каких-либо построек. Такая конструкция бака позволяет для варки использовать дрова любого формата, хвосты, обзовы, всякие обрезки из пилорамы или прочих лам, которые время от времени накапливаются в хозяйстве. Так как площадь горения большая по всей длине бака, вода доводится до кипения довольно таки быстро и это самый важный момент, потому что для максимально эффективной варки закладку лозы необходимо осуществлять только в кипящую воду. И также важно после закладки вновь как можно быстрее довести воду до кипения. Это самый эффективный способ парки. Подробнее эту тему я раскрою в своем образовательном проекте, поэтому кто хочет научиться делать плетеную мебель подписывайтесь на мой канал в телеграме, там в скором будет вся информация. Ссылка есть в описании канала, ну и также в описании к этому ролику будет приложена. Правильно сваренная лоза, хорошо обрабатывается, кора легко отделяется от ствола, это экономит время и силы. Некоторые после варки материал охлаждают, но если закладывать его в кипящую воду, этого не потребуется, а с теплым материалом работать намного комфортнее и главное на самый благоприятный момент для его дальнейшей переработки. В частности для изготовления всевозможных гнутых заготовок. Именно поэтому я предпочитаю гнуть детали сразу в процессе шкуровки, не дожидаясь пока материал остынет. Изготовление всевозможных элементов это отдельная большая тема, которую я также раскрою в образовательном проекте. А если вкратце, то изготавливаю я набор стандартных элементов, петли, крючки, передние и задние ножки, всевозможные кольца и так далее. И в дальнейшем при проектировании изделия, стараясь максимально использовать в конструктиве весь этот ассортимент готовых деталей. По окончании шкуровки, так у нас повелось называть процесс окаривания, весь прут и вся палка сортируется по длине и диаметру, что соответственно удобно для хранения и для учета. Также если я планирую в дальнейшем строгать какие-либо пластины или ленту, я произвожу колку прута. Это тоже наиболее благоприятный момент для этой операции. Ну а на заключительном этапе нужно организовать хорошую сушку и дальнейшее хранение материала. Тут вроде тоже все понятно и логично. Также конечно присутствуют разные моменты, скажем толстую палку нежелательно сушить резко, а на сильном солнце материал будет неравномерно выгорать. Это тоже нужно учитывать. Условиями хранения материала тоже нельзя пренебрегать. Самое главное, что нужно понимать, лоза боится долгосрочного воздействия сырости. Поэтому надо постоянно контролировать ее состояние и условия хранения. Это был краткий обзор темы по переработке лозы. Подробнее, как я уже говорил, она будет раскрыта в моем онлайн образовательном проекте школа мастера плетеной мебели. Все подробности я буду освещать в телеграме. Кому интересно, переходите, подписывайтесь, задавайте вопросы. А на сегодня все. Всем счастья, удачи и творческих успехов!